Это вечерняя Астрахань. О вакцинации поговорим сегодня с нашей гостьей. У нас в студии врач по медицинской профилактике, отделом муниципальных и корпоративных программ укрепления общественного здоровья, областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Галина Исай. Здравствуйте, Галина Васильевна. Вот в новогодние праздники в Астраханской области был зарегистрирован рекордно низкий коэффициент распространения коронавирусной инфекции. Прошла такая информация. Действительно ли это так? И какова сейчас ситуация с распространением COVID-19 у нас в регионе? Да, вы правы. Действительно. В новогодние праздники произошло резкое снижение заболеваемости коронавирусной инфекции. Показатель распространенности доходил до 0,7-0,8, хотя в пандемию он доходил до 1,5 единиц. Связано это именно с теми мероприятиями, которые были введены до Нового года. Распоряжение губернатора Астраханской области об ограничительных мероприятиях. Когда были введены ограничительные мероприятия, вы все о них знаете, не будем повторяться. В ноябре. Да, в ноябре. Но это как раз где-то какой-то прошел этап перед новогодними праздниками. Детям дали дополнительные каникулы в декабре. Дополнительные каникулы детям, да. Вот эти введения QR-кодов, закрытие некоторых кафе в ночное время, игровых залов. Это все повлияло на снижение распространения коронавирусной инфекции. Что и дало нам положительный результат в зимние каникулы. Еще маленький нюанс такой, что какой-то процент населения выехал за территорию Астраханской области на новогодние каникулы. Ну, может ли быть погрешность в статистике от того, что просто люди не обращались, может быть, в праздники, сидели дома? Ну, вы знаете, от погрешности мы никогда не застрахованы. Это всегда есть, было и будет. Да, есть люди, которые переносят инфекцию в легкой форме, и они, естественно, не обращаются. Но это не тот процент большой. Сейчас люди так напуганы, которые действительно сразу идут за помощью в медицинскую организацию. И официальную статистику Министерства здравоохранения Астраханской области на сегодняшний день о ковидной ситуации. Значит, на территории Астраханской области на данный момент, на сегодняшний день, на 12 число, зарегистрировано 82 754 положительных результата. Это значит, ПЦР-тест был положительный у этих людей. Это на 126 человек, даже больше, чем в предыдущий день, на сутки. Например, в предыдущие сутки. Получают лечение на дому 2710 человек. Это с подтвержденным ковидом и неподтвержденным ковидом. Ну, вот ковидные проявления есть клинические. А ПЦР-тест отрицательный. Да, ПЦР-тест отрицательный, совершенно верно. За весь период, пролечено на дому, у нас 46 674 человека на данный момент. Выздоровело 96 877 человек. Это на 405 человек больше, чем на предыдущие сутки. Умершие, к сожалению, у нас, естественно, есть умершие. На настоящее время, за этот год, у нас уже 2512 человек. За весь период пандемии. Да, и у нас на 9 человек больше, чем на предыдущие сутки. Показатель смертности на данный момент 251,8. Это высокий показатель, но за счет того, что идет пандемия. Поэтому мы стремимся к снижению показателя. Ну, будем дальше. То есть такая статистика ведется скрупулезная. Скрупулезная. Статистика ведется скрупулезной. А данные собирают, получается... Из медицинских организаций ежедневно. Участковые врачи все сдают, да? Все медицинские организации, собственные колл-центры, которые анализируют всю информацию за сутки. И представляют это все в Министерство здравоохранения Астраханской области. Там это все обрабатывается, все это, как говорится, все это анализируется и передается всем руководителям учреждений медицинских, чтобы они знали, какая обстановка на данный момент эпидситуация у нас в Астраханской области. Достаточно оперативно происходит прямо в течение суток. Очень оперативно в течение суток проходит это. Нам, например, информация поступает буквально на следующий день. Вот в СМИ мы получаем эту сводку буквально на следующий день. Ну, у нас на утро. На утро мы уже имеем все данные за сутки, проведенные ранее. Буквально вот на утро. Калина Васильевна, ну вот все-таки мне бы хотелось о вакцинации, да? Массовая вакцинация. Получилась ли она у нас в регионе действительно массовой? То есть есть ли цифры и как она сейчас проходит и что препятствует, может быть? Значит, вакцинация у нас проводится в медицинских организациях в амбулаторно-поликлинической помощи и проводится в центрах, не в центрах, а в пунктах вакцинации, расположенных в крупных торговых центрах. Мобильные есть еще центры? Да, ну мобильные, это тоже вот эти пункты вакцинации, будем считать. Да, это те же пункты вакцинации, которые у нас присутствуют. Значит, вакцинация проводится с предварительным осмотром врача, как положено, со всеми сбора данных, анамнеза, который у нас называется, значит, с обученными медицинскими сестрами, которые делают непосредственно саму прививку, которые владеют всеми манипуляциями, которые непосредственно должны быть для постановки этой вакцины и непосредственно, чтобы они соблюдали еще холодовую цепь, потому что это очень важно для вакцин. Она должна быть, например, заморожена, храниться при определенной температуре, ни в коем случае ни меньше, ни больше, как она должна размораживаться, сколько хранится после разморозки. И поэтому все, и там обученный персонал, который владеет этим всем, и он участвует именно в этой программе вакцинации. Значит, у меня есть также в Министерстве здравоохранения официальные сведения по вакцинированным по Астраханской области. Значит, в настоящее время всего вакцинировано 453063 человека. Это составляет от всего населения 45,4% от всего населения, если брать от всего населения и детское, и взрослое, от всего населения охват. И если брать от взрослого, которого мы, в принципе, прививаем сейчас же все-таки взрослого населения, то это будет практически 59% привитых. То есть мы почти достигли вот того необходимого порога в 60%? Или какой нам необходимый процент? Целевой опы коллективного монетита, это 80%. Нам надо где-то прийти к 80%. Конечно, идеально быть 90%, потому что 100 мы никогда не достигнем. У нас есть люди, которые не имеют права, не могут прививаться по своим медицинским показаниям. Поэтому 80-80 с лишним процентов мы должны. Взрослого населения. Пока мы говорим с вами о взрослом населении. Деток мы пока не прививаем с вами. Значит, и хочу еще раз вернуться. Вакцинированных 453 063 человека, это 45,4 от всего, и 59% от взрослого населения. Ревакцинировано 70 951 человек. И оба этапа прошли, оба этапа вакцинации, 386 553 человека. Это 50,2% от взрослого населения. Это полностью закончили вакцинацию, которая уже будет просто человеком. То есть половина взрослых астраханцев, это по области. Это по астраханской области. Теперь, значит, есть еще сводка от Министерства здравоохранения Астраханской области вакцинированных 60+. Это очень важная группа категории граждан 60+, которые вакцинированы, которые мы говорим, что она плохо вакцинируется. Но не так сказать бы, что и плохо. Значит, из той категории граждан, которая 60+, из того населения, у нас охвачено 100 404 человека, что составляет 45,69% населения. Считайте, 46% пенсионеров у нас охвачено. Поэтому не будем говорить об этом, что это очень низко и что они такие недбросовестные. Ну вот это такая статистика. А вот этом коллективном иммунитете, так называемом, вы говорите, 80% необходимо достичь привитых взрослого населения. Но вот как скоро мы все-таки начнем прививать детей и подростков? Информация была уже в ноябре, что вот-вот сейчас в Астрахань придет эта специальная какая-то вакцина. На данный момент, уже январь, есть ли эта вакцина в регионе или есть ли какая-то информация? И каким образом предполагается вообще прививать детей и подростков? Потому что это достаточно большой процент нашего населения. И именно дети находятся в компактно, да, в школах, в учебных заведениях и могут являться переносчиками. Да, вы совершенно правы. Значит, в настоящее время вакцина разработана. Это гамка ВИВАК с приставкой М, которая конкретно испытывалась, проводились исследования на детях и подростках. Это от 12 до 17 лет, потому что дети у нас от 12 до 14 будут, и от 15 до 17 это уже подростки. Поэтому 12 до 17 это дети и подростки. Значит, на них были проведены исследования этой вакцины. Вакцина зарекомендовалась его с хорошей стороны. Она уже начала внедряться в некоторых субъектах Российской Федерации. Что касается нашего субъекта, спланирована уже доставка этой вакцины. Заявка сделана. Будем надеяться, не будем оговаривать сроки, но будем надеяться, что в ближайшее время она поступит на территорию Астраханской области. Что касается, как будут кого прививать. Вообще, по идее, если, как говорить, что 12-17 лет дети подлежат, дети и подростки. Да, они несовершеннолетние. Поэтому, ну как у нас вся добровольная вакцинация, в том числе добровольная будет и в этом плане, естественно, родители будут нести, как опекуны, это как ответственность за постановки прививки. То есть согласие будет? Согласие обязательно родители, как и в любой школе. Вспомните, любую прививку в школе вы делаете, просят согласие родителей. Это будет проходить по такому же этапу. Письменное согласие? Да, письменное согласие и будет прививаться ребенок. Но, опять же, хочется акцентировать внимание, надо прививать детей, потому что дети, вы правильно сказали, сейчас, в настоящее время, являются переносчиками этого заболевания. Они общаются в больших коллективах, приносят это домой, и это все распространяется. Дети сейчас очень сильно подвержены, поэтому прививать мы будем настроены, что население примет это все во внимание и отнесется к этому положительно. А дети болеют тяжело, да? Ну, как вам сказать, все болеют одинаково. Ведь это же зависит от иммунного состояния организма человека и от, какой вирус внедрился. Поэтому тут трудно сказать, кто как болеет. Понимаете, бывает и пожилой человек, у кого это уже возрастной иммунодефицит, но он болеет легко. А бывает и молодой, вроде бы ничего было, все болеет, это тяжело. Это все зависит от того, как себя повел вирус, как он внедрился, что он поразил в первую очередь. Понимаете, ведь там же не столько вирус, сколько осложнение. Это все у нас и тромбозы, и невротические осложнения, инсульты, инфаркты. Это очень сложно все это рассказывать, это клинические картины, очень тяжелые проявления, это вирусная инфекция. Поэтому говорить, кто как переносит, да, переносчики все, болеют все, но все в разных состояниях в связи с иммунным состоянием организма. Нам надо прерваться на пару минут и продолжим еще. Это вечерняя Астрахань. О вакцинации мы сегодня говорим с нашей гостьей. У нас в студии врач по медицинской профилактике отдела муниципальных и корпоративных программ укрепления общественного здоровья, областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Галина Исай. Галина Васильевна, ну вот если говорить о вирусе и о вакцине. Вирус постоянно меняется. За два года пандемии мы уже знаем несколько штаммов, он мутирует. Меняется ли вакцина? На данный момент вакцины, они до такой степени универсальны, они в основном подходят под все штаммы коронавирусной инфекции. Не зря 60 стран стоят в очереди за получение нашей вакцины. Это про спутников. Я не случайно задала этот вопрос, потому что сейчас все напуганы появлением нового штамма омикрон. И даже уже пошла информация о том, что он скрестился там или как-то смутировал с дельтой, и уже появился какой-то дельтакрон. Вы здесь, специалисты, врачи, медики астраханские, отслеживаете эту ситуацию? Для нас, для жителей региона, какая-то информация по этому поводу есть? У нас в Астрахани знают об этих модификациях, штаммах вируса? Мы всегда знаем обо всем. Все активно следят за всей информацией, которая из соцсетей, из литературы. У нас проводится очень много совещаний, нам постоянно рекламируют. У нас выходят постоянно какие-то методические рекомендации новые по введению больных ковида, в вакцинировании и так далее. Все, что касается ковида, нам Министерство здравоохранения Российской Федерации регулярно сбрасывает новые нормативные документы, где мы именно оттуда черпаем всю информацию о новых штаммах, как с ними себя вести, что с ними делать, и как они себя ведут вообще в этой нашей жизни. Ну вот по омикрону, что известно? Расслабляться нельзя, несмотря на то, что везде во всех информации говорят, что омикрон протекает легче. Да, может быть, клиническая картина протекает легче, но любой вирус коронавирусной инфекции, он же не сам тоже сам такой вредный. Он же влияет на человека так, что все хронические заболевания, которые у человека есть, они могут обостряться. И в связи с тем, что обострение хронических заболеваний, которые обострились под внедрением вируса, они начинают себя проявлять с нехорошей стороны. И человек страдает даже в другой раз в очень тяжелом течении болезни. Тогда вот о ревакцинации еще хочу вас спросить, потому что многие на самом деле уже сделали прививку давно. Я знаю людей, которые год назад сделали прививку. И поначалу была информация такая, раз в полгода необходимо прививку делать еще раз, то есть ревакцинироваться. Вот я сделала прививку в августе, и мне пришел сертификат на госуслугах, как положено, все, вход. И было написано, что на полгода, шесть месяцев, на днях, я как послушный гражданин, я понимаю, что мне надо, наверное, сейчас уже конец января, начало февраля делать снова прививку от коронавируса. Открываю госуслуги, а там поменялась дата. А мне написано, что у меня теперь следующая прививка в августе 2022 года, через год. То есть поменялись сроки, нормативы поменялись. В принципе, понимаете, как меняются нормативы? У нас есть прививочный календарь, который включает в себя определенное количество прививок. Вот, наверное, скоро ковид тоже внесут в него. Но не будем вперед забегать. Скажу по поводу этого. В процессе того, что мы прививаем население, у нас формируется коллективный иммунитет. В связи с формированием коллективного иммунитета у нас большее количество граждан, менее подверженных этому вирусу. Отсюда мы можем сделать вывод, что мы можем продлить ревакцинацию не сейчас, а на более длительный срок сместить. Отложить. Отложить, да. Как в принципе и положено. Ведь изначально, когда выпускались вакцины, у них в всех рекомендациях говорили, что срок действия вакцины год. Год. Что иммунитет вырабатывается в среднем на год. Понятно. Да. Но так как у нас эпид-обстановка была тяжелая, мы в другой раз делали исследования и видели, что у некоторых иммунитет падает. Поэтому мы рекомендовали через 6 месяцев. Это была перестраховка. Да, перестраховка. Но хочу сказать, что мы также призываем всех граждан, не надо уповать на то, что у вас в сертификатах и везде написано, что год. Если вы все-таки беспокоитесь, если у вас работа с чем-то связана, с такими перемещениями, с большим контактом с людьми. Совершенно верно. С большим контактом людей, еще по каким-то показаниям, если у вас состояние здоровья слабое. Мы хотим, чтобы призвать вас к тому, чтобы вы ревакцинировались. Все-таки через 6 месяцев. Ну, не обязательно 6, 7, 8, но не дожидаясь года. Нужно какое-то обследование пройти или что? Нет, не надо никакого обследования пройти. Хуже не будет. Вы просто закрепите тот иммунитет, который у вас есть. Вы просто его подкрепите. То есть вот это рекомендательная дата, год. А в любом случае через полгода я могу пойти и сделать. Конечно, вы можете сами проявить инициативу, прийти и попросить сделать вам ревакцинацию. Ну, то есть, а какой вакциной лучше прививаться повторно? Вот есть какие-то рекомендации по этому поводу? Той же, которой в первый раз я прививалась или какая-то другая? Нет, таких особых рекомендаций нет. Все у нас смотрение пациента. Но так как у нас более, как говорится, мы исследованная и более подтвержденная, которая дает стойкий и хороший иммунитет, это «Спутник Лайт». Она хоть и двухкомпонентная, но она дает стойкий иммунитет. Поэтому она остается основной из вакцин, которые применяются на всей территории Российской Федерации. Вот тот же вопрос у меня есть о сертификатах переболевших. Этот сертификат также на госуслугах выдавался, QR-код выдавался, да? И тоже он был вроде бы на полгода. А сейчас его тоже продлят на год? Ну да, он тоже продлен автоматически на год. То есть это те же антитела? Ну да, это та же самая система, связанная именно с тем, что у нас увеличивается коллективный иммунитет. Как только мы коллективный иммунитет сформируем, мы будем прививку эту делать раз в год. Пока это по настоянию, как говорится, и Министерства здравоохранения для укрепления иммунитета, который у вас есть, и для дальнейшего вашего благополучия. Лучше, конечно, придерживаться 6 месяцев после вакцинации, ревакцинации делать. Еще есть вопрос, который многих волнует. Это вопрос о медотводах от вакцинации. Потому что, не секрет, даже работодатели некоторые начали требовать прививаться от своих работников. А есть люди, которые по состоянию здоровья опасаются, или у них есть какие-то противопоказания. Вот есть ли официальный медотвод, по каким он показаниям дается? Да, есть. Есть, во-первых, это переболевшие не раньше 6 месяцев должны ревакцинироваться или вакцинироваться. Теперь, значит, имеющие острое состояние в данный момент, если они обратились за прививку, у них сейчас острый процесс идет, какое-то заболевание, это тоже считается... Неважно, какого? Ну, конечно, нет. Это имеет в виду, что, ну, в принципе, это инфекционное, конечно, в первую очередь, это инфекционное заболевание. И плюсы тяжелые аллергические состояния, которые были реакциями на ранее введенную какую-нибудь вакцину. Любую тоже. Ну да, любую вакцину, потому что аллергическая реакция... Некоторые реагируют. Да, реакция, понимаете, реакция на вакцину, она может спровоцировать и на эту вакцину. Поэтому в любом случае, о чем бы мы с вами ни говорили о противопоказаниях, все решает участковый врач, который владеет полностью информацией о данном пациенте, который и будет решать вопрос, можно ли делать прививку или нельзя. Таких официальных медотводов нет. Сейчас очень расширенный круг заболеваний, при которых можно делать вакцинацию против ковида. Потому что действительно это страшное заболевание, которое, наверное, спасет только вакцинация. Ну вот, в принципе, врач может дать какой-то документ, какую-то справку о том, что на данный момент у этого человека есть медицинский отвод официальный. Если есть показания, то может. И эту прививку должен принять работодатель? Ну, этот медотвод должен принять работодатель. Временно. Это будет тоже временно. Все это временно, не на постоянно. Потому что у нас жизнь течет, жизнь изменяется. Немного времени совсем остается. Если можно быстро, коротко. Как вакцинация от коронавируса у нас сочетается с вакцинацией от других заболеваний? Прививки же мы делаем от гриппа? Никак не сочетается. Все делается по календарю прививок. Если делаете вы любую, любые все прививки, они все самостоятельные. Так. Грипп своя, бешенство свое, там какие есть вакцины дифтерии, столбик. Все прививки, которые существуют в национальном календаре прививок, все остаются приемлемыми. Все абсолютно независимо от того, что вы прививаетесь или нет. Просто единственный интервал. После прививок должен быть не меньше месяца. Хватим призывать население. Пожалуйста, соблюдайте режим. Масочный режим обязательно. Где вы находитесь среди большого скопления людей. Обязательно дистанцию. Очень страшный вирус. Его надо победить. Победим мы только вместе с вами. Соблюдая меры предосторожности и проводя вакцинацию. Что ж, спасибо вам огромное. Галина Васильевна, времени совсем нет. Приходите к нам еще. Спасибо за приглашение. Вам спасибо, что смотрели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин